Дарья Судрева Дарья Судрева В регионе должны быть созданы межрайонные центры компетенций, соответствующие стандартам WorldSkills. Также разработан план поддержки для одаренных ребят. Если они будут завоевывать первые места, то мы будем с вами их активно поддерживать, вплоть до выделения жилья. Глава региона также рассказал о нехватке кадров для отрасли IT в Ульяновской области. В местные учреждения требуются специалисты. В помощи нуждаются не только начинающие, но и опытные профессионалы. Труженики жизненно важных профессий теперь смогут оформить губернаторскую ипотеку под 2%. Уже готовится соответствующий законопроект. Сергей Морозов дал техническое задание членам правительства. Врачи, учителя, рабочие на Авиастар, рабочие на другие предприятия. Сергей Морозов поручил проанализировать зарплату в бюджетных учреждениях. От каждой отрасли будет представлена информация о текущей ситуации и мерах по реальному повышению заработных плат. О семьях тоже не забыли. В следующем году увеличатся детские выплаты. Федеральный центр выделил 75 миллиардов рублей на пособие. Ежемесячные денежные выплаты будут платиться с 1 января 2020 года семьям с детьми в возрасте до 3 лет. В ближайшие годы во всех районах области должны появиться семейные парки. Обсудили также и возможность ухода в декрет на ранних сроках беременности. Губернатор поручил региональному правительству проработать вопрос предоставления женщинам отпуска по беременности и родам с момента постановки их на учет в женской консультации. После демографических новостей перешли к цифровым преобразованиям. До декабря этого года во все социально значимые объекты нашего региона проведут интернет. Губернатор уже подписал план поэтапного подключения. Поэтапное подключение. Контракт рассчитан на три года. С 2019 по 2021 год. Первый этап это подключение 185 объектов в 11 районах Ульяновской области. Вторым этапом будет подключение 227 объектов социальной сферы региона. А завершающим этапом станет подключение к высокоскоростному интернету 298 социально значимых объектов региона. Директор местного Ростелекома призналась, что сроки очень сжатые, но ей и ее сотрудникам придется в них уложиться. Виктория Чуркова, Юрий Конихин. Новости Управда ТВ. Всемирный и боевой. В Ульяновске в эти выходные официально стартовал первый всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. Как это было, расскажет Рината Алиулова. Изобилие иностранцев на улицах и праздничная атмосфера в городе. Все это и многое другое обусловлено первым всемирным фестивалем боевых искусств ТАФИСА, который в эти дни проходит в Ульяновске. Большое количество тематических мероприятий выпали на выходные дни минувшей недели. С тонкостями различных видов единоборств ульяновцев начали знакомить в пятницу 13-го. В торгово-развлекательном центре Аквамо с показателями боями выступили сразу несколько команд. В этот день на сцене развлекательного комплекса также состоялась презентация нового художественно маркированного конверта, выпущенного специально к первому всемирному фестивалю боевых искусств. Почтовый конверт изготовлен тиражом 250 тысяч экземпляров. На нем изображен логотип ТАФИСА. Марку одновременно погасили президент Международной ассоциации спорта для всех ТАФИСА Джухо Чанг, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин и директор Ульяновского филиала Почта России Андрей Чернушко. Памятные конверты можно приобрести в любом почтовом отделении Ульяновской области. В субботу, 14 сентября, во дворце спорта «Волга» спорт-арена состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. По ковровой дорожке прошлись почетные гости ТАФИСА. Первым словом взял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который зачитал приветствие от президента России Владимира Путина. Проведение в России столь масштабных представительных состязаний считаю закономерным. В нашей стране единоборства всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой приятой талантливых спортсменов. Желаю вам успехов, зрелищных состязаний и ярких впечатлений. Президент России Путин. Господин Джухо Чанг выразил признательность организаторам фестиваля и также поприветствовал спортсменов. Я хотел бы выразить признательность правительству Ульяновской области и всему организационному комитету в честь проведения такого масштабного фестиваля на ульяновской земле. Первый вице-президент Союза машиностроителей России депутат Государственной думы Владимир Гутенев пожелал спортсменам праздника без травм. Хочу передать вам пожелания своих коллег. Я хочу дать вам пожелания моих коллег. Новых успехов, новых побед и отсутствия серьезных спортивных травм. После раздался гонг. Право торжественно открыть фестиваль выпало основателю, почетному президенту Международной школы Кабудо Вакаями Масаси. Делегации из 30 стран мира, 50 различных видов единоборств, первый всемирный фестиваль боевых искусств Тафиса в Ульяновске объявляется открытым. А дальше началось шоу. Сценарий открытия Тафиса придумали в Санкт-Петербурге. Представление было выстроено в виде комикса, который, ко всему прочему, экранизировали на экране. Главный конвой стал поединок двух школ единоборств, которые представили талисманы первого всемирного фестиваля боевых искусств Котта Фисик и Мишка Самбишка. А дальше каждая страна-участница знакомила зрителей с тем или иным видом единоборства. Первыми татами вышла сборная Кореи по Техквондо, которая нарушила все законы гравитации. Корейцы не переставали удивлять и после. Настоящий фурор произвела их презентация Хапкидо. Израильтяне представили краф-мага – вид единоборства, где правила ведения боя почти отсутствуют. Следом вышли бразильцы с Капоэра – боевое искусство, рожденное из танца. Делегация России представила Кёку Синкай каратэ. Некоторые показательные бои были костюмированы. Фестиваль вообще замечательный, церемония тоже, то есть организованная, не очередей, не толкучки. Ну, мероприятие завораживает, то есть эмоции прям живые. Все очень понравилось, эмоции зашкаливают, все очень здорово, классно. А какой-то, может быть, вид спорта для вас сегодня был открытием? Вы не знали об этом единоборстве? Да, вот представители Малайзии, плюс представители Израиля. В торжественной церемонии открытия первого всемирного фестиваля боевых искусств принял участие свыше тысячи человек. Ринат Алиулова, Виктория Черкова, Юрий Конихин, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ. Первый всемирный фестиваль боевых искусств «Тафиса» – это не только увлекательные мастер-классы и захватывающее шоу. Государственный музей спорта представил для жителей новую выставку «Лица Тафиса». В честь первого всемирного фестиваля боевых искусств, который проходит в эти дни в Ульяновске, «Волга-спорт-арене» открылась тематическая выставка «Лица Тафиса». Экспозиция представляет из себя портреты 29 официальных послов фестиваля. Рисовала группа художников, разбросанных по всей нашей стране, объединенная проектом «Живой карандаш». У нас есть свой худсовет. Некоторые портреты, скажем так, просили переделать. На мольбертах – оригинал и маленькая копия. Портрет в рамке предназначен для самих послов, многие из которых присутствовали лично. Один из героев – основатель и почетный президент Международной школы Кабудо Вакаяма Масаси. Сэнсэй Шутя отметил, что в жизни он более мягкий, чем на портрете. Впервые японец посетил нашу страну в 1968 году. Тогда в СССР его чуть не задержала милиция. Моя история между Россией и я начали 51 год назад. Тогда я с друзьями познакомился с японским каратэ, сэнсэйские люди, русские люди. Что это такое каратэ? Они совсем не знают. Потом я показал каратэ в парке. Сэнсэйская полиция. Что это? Они ругали. Ой, извините, я не знаю закон. Сэнсэйский закон. Извините, извините. Это в 1985 году. Среди нарисованных лиц чемпион Европы и мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд. Титулованный спортсмен в рамках фестиваля успел провести мастер-класс для ульяновских детишек и оценить уровень боевых искусств в регионе. Ульяновск традиционно очень славен своими спортивными традициями. О единоборствах особенно. Поэтому мы все знаем прекрасно ульяновскую школу бокса. Мы знаем прекрасно, что тайский бокс появился в вашем регионе активно. И мы, конечно, знаем огромную федерацию кикбоксинга. Ребята многие годы доказывают, что одни из самых лучших. 22-летняя Анастасия Панькина призналась, что свой портрет повесит дома в комнате у ребенка. Ну, в первую очередь, ты девушка должна поддерживать себя. И спорт не мешает этому. Когда ты отдаешься, тем более спортсменам, и сразу видно на лицо и фигура, и поведение, и так, как ты относишься к людям. Это очень тоже главное. И тренер воспитывает в нас не только бойца. Задач у первого всемирного фестиваля боевых искусств несколько. Как минимум, познакомить с единоборствами каждого ребенка и каждого взрослого жителя Ульяновской области. Как максимум для спорта высших достижений – воспитать олимпийских чемпионов. ТОФИС – это всемирная организация, которая пропагандирует именно спорт для всех. Спорт, который доступен каждому. А боевые искусства – это такая отдельная, наверное, вселенная в мире спорта, в которой каждый может найти себя. Каждый из послов оставил на портрете с его изображением автограф на память. После Ульяновска картина отправится в Государственный музей спорта. А дальше экспозиции начнут колесить по стране. Рината Леолова, Юрий Конехин, Новости Уллправды ТВ. На фестиваль ТОФИСа съехались сотни именитых спортсменов из разных стран мира. В программе – десятки мастер-классов в школах, физкультурно-оздоровительных центрах и на стадионах. А именитые спортсмены дали ульяновским школьникам уроки мастерства. Юным ульяновским спортсменам выдалась уникальная возможность пообщаться с чемпионами мира и олимпийскими призерами. Все благодаря международному фестивалю национальных видов спорта ТОФИСа. В программе запланировано более 40 семинаров, мастер-классов от зарубежных и отечественных спортсменов. Больше полутора тысяч человек пришло на мастер-класс по кикбоксингу «ФОК. Новое поколение». Тренировку провел главный тренер сборной России по кикбоксингу, оплодатель Кубка мира, многократный чемпион Европы и России Михаил Герасимов. Ульяновская федерация иной раз показывает каждый раз, что мероприятия они проводят все лучше и лучше. Посмотрите, сколько народу, сколько детей, родителей пришло на наш вид спорта кикбоксинга. Прежде Михаил поприветствовал всех участников, поблагодарил местную федерацию кикбоксинга за приглашение и организацию мероприятия. А несколько ульяновских спортсменов получили из рук чемпиона удостоверение мастеров спорта России. «Заслуженное удостоверение мастера спорта России Кристина в этом году отдавалась на чемпионат федерации. И это чемпионат федерации. Давайте пожелаем ей удачи». «Приехал Михаил Герасимов. Это главный тренер сборной страны. По сути дела он выбирает, он отбирает на чемпионатах. И это очень важно, чтобы он приехал сюда, увидел наших малышей, наших детей, наших воспитанников. И потом учел где-то это при своем отборе. Чтобы люди попадали здесь, попадали в сборную». Организаторы уверены, подобные уроки от именитых спортсменов – огромный стимул для ульяновских ребят заниматься и добиваться успехов. Тем более, что все условия для занятий спортом в регионе созданы. О новых мерах социальной поддержки пар с детьми губернатор Сергей Морозов объявил на региональном фестивале семейных традиций. Там же глава региона дал старт акции «Ради патриотов. День России». На территории оздоровительного комплекса «Чайка» прошел областной этап фестиваля семейных традиций под девизом «Верим в семью, гордимся Россией». Почетным гостем праздника стал глава региона Сергей Морозов, который дал старт ежегодной 15-й акции «Ради патриота. День России». Его по значимости можно сравнить только с национальным проектом. Этот проект стал объединяющей идеей для всех нас, имеющей большой патриотический и воспитательный смысл. Дор, в общем-то, если вы посмотрите уже на грандиозный федеральный, национальный, президентский проект «Демография» и есть вот такой. Именно акция «Ради патриотов. День России» положила начало всем последующим законам Ульяновской области о поддержке семей с детьми. В этом году в День России в регионе родились 39 детей, 22 мальчика и 17 девочек. А победителями акции стали супруги Смолобочкиной из Кузоватовского района, которым вручили главный приз – автомобиль «УАЗ Патриот». «Мы очень рады участвовать на таких праздниках. Здесь также из нашего района присутствует еще несколько семей. Мы два раза были участниками акции «Ради патриотов. День России». Вот в этом году удача нам улыбнулась и мы выиграли главный приз. Хочется сказать, что побольше таких акций». На фестивале обсудили меры поддержки семей. Сегодня молодые родители могут рассчитывать на капитал «Семья». Это 50 тысяч рублей при рождении второго ребенка и 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей. А также материнский капитал в 453 тысяч рублей. В качестве дополнительных мер поддержки прорабатывается вопрос о выплате 100 тысяч рублей из регионального бюджета молодой семье за первенца уже с июля следующего года и материальной помощи многодетным, которым предоставляются участки под строительство домов. «Это закон, предусматривающий две различных меры поддержки. Это на первоначальный взнос при взятии ипотеки не более 300, до 300 рублей, когда семья берет ипотеку или кредит на строительство, и 300 тысяч она как первоначальный взнос, собственно, выплачивает. Или вторая поддержка, когда люди уже закончили строительство дома, зарегистрировали его, могут получить до 700 тысяч как компенсацию потраченных средств на строительство». На фестивале целый день работали развлекательные спортивные площадки. Лучшие семьи со всех районов области собрались в одном месте, чтобы пообщаться друг с другом, обменяться опытом по воспитанию детей и получить подарки. «В Российской Федерации и в Ульяновской области, безусловно, также проходит десятилетие детства. Его объявил президент Российской Федерации. И все, что связано с демографией, все, что связано с крепкими семьями, с проектами, которые направлены на самые различные категории семей, как многодетных семей, так и молодых семей, это, безусловно, для нас приоритет». Напомним, за годы проведения акции «Ради патриота в День России», которую инициировал глава региона Сергей Морозов, в ней приняли участие более 100 тысяч женщин. За 14 лет проведения акции 12 июня родилось 873 ребенка, 462 мальчика и 411 девочек. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Улправда.ТВ. Начало недели, посвященной национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», ознаменовалось обсуждением на заседании регионального совета по промышленной политике вопроса построения цифрового производства в Ульяновске. Заседание прошло на базе одного из самых передовых в России авиазаводов. Развитие современных технологий и, как следствие, постоянно растущая конкуренция на рынке промышленных продуктов – сегодня главная проблема любого предприятия в мире. На Совете по промышленной политике, который открыл неделю национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», главы крупнейших ульяновских производств, члены правительства, федеральные мировые эксперты обсудили механизм построения цифрового производства в Ульяновской области. «Есть три уровня – это сбор данных с промышленного оборудования, это объединение бизнес-данных и производственных данных, и третий уровень – это уже всякая фантастика, искусственный интеллект и так далее. Так вот, первый уровень, на самом деле, на Авиастаре во многом сделал. Работает огромная, на многих производственных участках, работает огромная система сбора промышленных данных с очень разного оборудования». Всего за год. Только благодаря этому Авиастар сэкономил миллионы рублей. Первое, что обозначило анализ собранных данных – одинаковые станки загружены не одинаково, как следствие частой поломки и простой производственных линий. После отладки загрузки оборудования завода выяснилось, что запланированная закупка новых станков просто не нужна. Экономия сотни миллионов. Тоже для персонала. Цифровизация не вызывает сокращений. Ее результат – равное распределение нагрузки и бесперебойная работа производства. Специалисты утверждают, цифровая технология оценки эффективности поможет снизить затраты и повысить производительность труда абсолютно любой организации. И только в 20 веке мы сказали, что мы должны коммерциализировать данные исследования, мы должны создавать деньги, мы должны обогащать наш регион. Именно этим мы занимаемся. В этом смысле руководство нашего региона интересуют те же задачи. Только в зоне внимания не Бельгия, а Ульяновская область и Россия. Бельгиец готов делиться опытом. Он частый гость 73-го региона. Однако многие ульяновские инновации даже он хотел бы перенять. Перед нами стоят колоссальные по сложности задачи в самое ближайшее время. Ну, что называется, перезапустить программу привлечения большого количества кадров. Потому что программа стоит более чем амбициозная. У руководителей промышленных предприятий сейчас будет возможность пройти по авиастару и посмотреть первую вообще в России. Да, она одна из первых в мире поточных линий, современных поточных линий по сборке самолетов. Снижение себестоимости не в ущерб качеству. Организация новых рабочих мест и выход на мировые рынки – основная задача. Поэтому обсуждением дело не ограничилось. Регионы компания «Цифра» заключили соглашение, согласно которому цифровое производство станет еще одним реальным шагом на пути Ульяновской области к технологическому прорыву. При висании соглашения приглашается губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, директор по развитию общества с ограниченной ответственностью «Цифра» Александр Викторович Смоленский. Также в рамках открытия тематической недели нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» состоялась встреча губернатора с генеральным директором одного из крупнейших в мире авиагрузоперевозчиков – компании «Волга Днепр» по итогам Московского авиационно-космического салона. На встрече, где губернатор коснулся вопроса о создании в регионе научно-образовательного центра, присутствовал и Владимир Гутенев, эксперт в вопросах промышленности всероссийского масштаба. Я абсолютно разделяю мнение Сергея Ивановича о том, что региону необходим научно-образовательный центр и рассматривая в какой сфере концентрировать компетенции, мне кажется, альтернативы в общем-то нет. Здесь авиационно-авиакосмическое направление, общее машиностроение – это как раз те направления, где можно было бы за счет совместных усилий серьезно улучшить конкурентоспособность региона. Пока строительство этого центра в планах региональной власти. Однако его поддерживает и правительство Российской Федерации, и бизнес, и предприниматели, и научное сообщество. Значит, идея найдет свое воплощение. Производство, основанное на новейших научных разработках, производство, где ценится человек, станут реальностью и не в таком уж далеком будущем. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается пасмурная прохладная погода, температура воздуха составит 17 градусов тепла, ветер юго-западный – 8-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова